Продолжение следует... собственно везде где их только можно установить огромное количество людей до сих пор в полной мере не осознают или не хотят осознавать всю опасность новой технологии 5g это видно по комментариям которые оставляют зрители канала в этом выпуске я вас уверяю вы поменяете свою точку зрения потому как появились уже новые данные исследований в этой области где технология 5g и чипирование или чипизация людей взаимосвязаны все это простыми словами один глобальный проект по тотальному контролю генная инженерия которая которая безусловно даст нам потрясающие возможности в области фармакологии изменение человеческого кода если человек страдает генетическими заболеваниями замечательно ведь это так хорошо что это значит это значит что человек приобретает возможность влезать в генетический код можно практически представить что человек может создавать человека заданными характеристиками человек который может воевать без страха и без без чувства сострадания и сожаления и без боли ну что ж теперь подробнее планируется установить эти соты примерно через каждые сто сто пятьдесят метров друг от друга помимо вредоносного воздействия от этих небольших сотовых вышек еще более тревожной перспектива является облучение направленными лучами миллиметровых волн поверхности земли с десятками тысяч спутников связи 29 марта 2018 года федеральное агентство связи одобрило запуск компании space x на более четырех тысяч спутников движущихся на низких орбитах в общей же сложности различные компании связи планируют вывести как на низкие так и на высокие орбиты более 20 тысяч спутников реальность такова что это является величайшей угрозой для окружающей среды безопасности людей и вместо того чтобы убрать это оборудование так как у нас есть альтернативное безопасное оборудование проводной оптоволоконной связи в наших домах но почему-то мы тратим миллионы и миллиарды долларов и открываем дорогу этой индустрии чтобы она извлекала из нас выгоду именно сейчас нам нужны наши представители которые будут представлять наши интересы и остановит установку этой технологии 5g технологии 5g будут применять фазированные антенные решетки чтобы направлять микроволновые лучи на мобильные телефоны эти спутники будут использовать тот же тип фазирования антенных решеток что и наземные системы 5g это значит что они будут отправлять очень узко направленный сигнал интенсивного микроволнового излучения на каждое отдельное устройство 5g находящиеся на земле значительно более короткая длина микроволны использованных в связи 5g позволит использовать малые фазированные антенны для передачи приема сигналов фазированные антенные решетки состоят из групп сотен крошечных антенн которые работают вместе чтобы стрелять лучом энергии в цель как пуля группа этих мельчайших антенн может располагаться на квадрате площадью 10 на 10 сантиметров они производят микроволновые лучи такой плотности и мощности которая позволит им проходить сквозь стены и тела людей любое телекоммуникационное оборудование 5g также будут иметь несколько фазированных антенных решеток которые будут создавать мощный луч направленного излучения управляемый насоту 5g установлены на столбе электропередач или на спутнике связи эти энергетические лучи должны быть также достаточно мощными для того чтобы проходить сквозь стены через руку или через голову человека чтобы достичь своей цели это значит вас будут окружать сотни если не тысячи невидимых лучей летающих в пространстве вокруг вас на скорости света эффективная излучаемая мощность фазированных антенных решеток телефонов 5g будет в 10 раз превышать мощность сотовых телефонов 4g нужно понимать что спрятаться или укрыться от этого излучения невозможно кроме того микроволновое излучение 5g будет передаваться и приниматься новым компьютерным оборудованием стационарное оборудование такое как вай фай в домах и офисах будет настроена на прием микроволновых волн в 15 раз сильнее чем сигнал принимаемый от сотовых телефонов 5g и в 150 раз сильнее чем сигнал от телефонов в 4g артур фирстенберг автор и исследователь борец за ограничение распространения радиочастотного излучения в окружающей среде делает анализ того что из себя представляет микроволновое излучение 5g которое было опубликовано в издании micro wave news он сказал когда обычное электромагнитное излучение пронизывает человека она становится причиной движения зарядов и движения тока но когда в тело человека проникает очень короткие электромагнитные импульсы 5g происходит нечто другое движущиеся электрические заряды сами превращаются в микроскопические антенны которые в свою очередь тоже излучают электромагнитное поле и передают его глубже в тело человека и эти повторно излучаемые волны называются предвестниками брюльена они становятся значимыми когда либо мощность либо фазы волны изменяется достаточно быстро 5g удовлетворяет и тому и другому требованию это означает что когда вас заверяют что эти миллиметровые волны слишком коротки чтобы проникнуть глубоко в тело это не соответствует действительности его друзья самое главное стоит также внимательно отнестись к тому что внедрение 5g технологии будет влиять на появление в третьей спирали днк третья цепочка днк состоящая из так называемых мусорных частиц днк которые могут быть запущены путем получения электромагнитного сигнала пока это спящие частицы днк но из-за сигнала они могут активироваться в ближайшем будущем мы полностью будем погружены в окружении 5g теперь мы стали мишенью 5g и то что мы стали целью 5g начинается активация наночастиц в настоящее время днк могут модифицировать через наночастицы наноустройство мы вдыхаем эти наночастицы через аэрозольные распыления химиотрасс через гмо-продукты наша окружающая среда нас загрязнила так что внутри наших организмов находятся спящие на на клетке которые могут активированные с помощью микроволновых импульсов как ни парадоксально но скоро планируется лишить нас доступа ко всей финансовой информации нас лишат доступа к нашим же деньгам и накоплениям вы можете владеть миллионами но если вы не получите так называемую метку зверя другими словами штрих-код также чип вы не получите доступ к вашим же деньгам счетам в банке или накоплением то же самое с вашей днк это касается любой сферы нашей повседневной жизни те люди которые получают метку или начертания будут принимать решение вроде как да я хочу иметь доступ к моей личной информации в банковской системе из этого момента сигнал 5g уже сможет проникать в днк каким образом сейчас я объясню есть очень много людей которые вообще не в курсе что сейчас происходит им нужно донести эту безусловно важную информацию третья цепочка днк будет проявляться в людях которые даже не будут осознавать что в них происходят какие-то изменения что их мозг теперь присоединен к технологиям вот почему илон масс говорит о нейронном кружеве обеспечивающим интерфейс между мозгом человека и компьютерными системами также я хотел отметить что компания facebook делает примерно то же самое кстати вы знали что жена цукинберга педиатр по профессии как бы это абсурдно не звучало но она участвует в вампиризме в кремниевой долине проводят жуткие обряды переливает детскую кровь взрослым людям можете себе такое представить в 21 веке этим занимаются целые компании зачем спросите вы бессмертие то есть продлевают себе жизнь всевозможными способами что эта фраза означает в современном контексте это означает бессмертие вы должны понимать что переливание детской крови взрослым людям это делается для продления жизни они для улучшения качества жизни сегодня для тех кто получает эту кровь считается что это приближает их к бессмертию так вот именно они выдвигают на рынок свою версию интерфейса мозг и компьютер они занимаются разработкой интерфейса компьютера который будет контролировать мозг человека обратите на это внимание это уже помимо нейронного кружева которое вводится при помощи инъекции в артерию и затем кровью доставляется в мозг попадает в нейроны и синопсис и обеспечивает интерфейс представьте себе что в ближайшем будущем они будут также без предупреждений приезжать в школы собирать детей и делать эти инъекции конечно же без одобрения родителей все эти механизмы в дальнейшем будут извращены излучениями 5g поэтому мировой порядок через хаос означает контроль над человечеством где они начинают контроль с